Сегодня 18 января 2024 года апелляционный военный суд рассмотрел апелляционные жалобы защиты по джанкойской группе, в частности по моему подзащитному Инверу Крошу на продление стражи, которое еще состоялось в ноябре 2023 года. И вот только спустя почти два месяца апелляционный военный суд рассмотрел эти жалобы. Это показывает нахладное отношение судов по этой категории дел, на то, что, конечно же, никто не рассчитывает на удовлетворение жалоб защиты и на то, что людей выпустят хотя бы под домашний арест. Конечно же, в ходе судебного заседания мы выразили свое несогласие, обосновали, почему с самого начала люди находятся незаконно под стражей, а именно основанием их содержания является то, что они отказались оговаривать себя и других, а не те формальные основания, которые указывает ФСБ, якобы, что они могут скрыться, уничтожить доказательства, повлиять на свидетелей и так далее. Нет, на самом деле, именно то, что они отказались оговаривать себя и других, вот это явилось основанием того, что они находятся сегодня в следственном изоляторе. Наши подзащитные также высказались в прениях, они сказали о том, что никаких преступлений они не совершали, что они не являются преступниками и с самого начала их содержат в следственном изоляторе абсолютно незаконно. За это время, уже вот долгое время, почти два года, у них очень сильно ухудшилось здоровье в этих условиях нечеловеческих. Вот, и также привели доводы того, что все эти обвинения являются абсолютным пшиком и огульными обвинениями, якобы там по террористическим статьям. Конечно, в своей речи прокурор также выступил и сказал, что все законно и обосновано, что суд абсолютно обоснованно содержит этих людей под стражей вот уже долгое время. Суд удалился в совещательную комнату и ожидаемо вынес решение о том, что апелляционные жалобы наши остались без удовлетворения и политзаключенные по джанкойской группе остались под стражей на время суда в следственном изоляторе в городе Ростов-на-Дону. Всем они передавали, как всегда, огромные слова благодарности за поддержку, за то, что приезжают на суды, за то, что поддерживают письмами и так далее. Субтитры создавал DimaTorzok